Достаточно напряженная ситуация сложилась с хаотичной торговлей на вокзалах и станциях города. Как следствие, страдает санитарное состояние железной дороги и привокзальных территорий. В адрес администрации поступают жалобы от гостей и жителей курорта об отсутствии свободного доступа на автомобилях к транспортным узлам, о количестве установленных ларьков и целесообразности их размещения. Торговые объекты на привокзальных территориях упорядочить, а из досмотровых павильонов и вовсе убрать. Такая задача поставлена главой города. Мы пошли на наше неудобство для людей, потому что такси туда подъехать не может, инвалид подъехать туда не может, человека подвезти, который требует, не можем, потому что там досмотровые поставили павильон. А на самом деле эти недосмотровые, они там торговлей занялись. Пусть убирают, и мы пустим тогда, как положено для наших людей. Вот и все. 111 торговых объектов на территории вокзала в Сочи, Лазаревского и Адлера. Ряд из них размещены между колоннами в пешеходных проходах на тротуарах. Все это создает неудобства и вредит облику курортной столицы. Что такое вокзал? Это лицо города. Ну, приехал человек, он же в первую очередь увидит то, что на вокзале. Положение на вокзалах, на платформах, начиная от Магрии, заканчивая Адлером, ужасающее. И сегодня это прозвучало из устой главы города на самом деле. Я их всецело поддерживаю. По словам представителя РЖД, предпринимателям, торгующим в досмотровых павильонах, были направлены и вручены уведомления о расторжении договоров. То же касается работающих на привокзальных площадях. Убирать ларьки начнут с 1 ноября. По привокзальной площади позиция однозначно, ничего стоять не должно. Конечно, такая позиция ее поддерживает. Это не говорит о том, что на вокзале невозможно будет купить бутылку. Торговлю упорядочат и не будет лишних объектов. Размещаться павильоны будут согласно утвержденной схеме дислокации и выглядеть в едином стиле.